Всем привет! Билд и Бот вышло новое зимнее обновление. Давайте его посмотрим. Уже есть подарок, если дойти до конца. Сейчас покажу, как его получить. Для этого нужно дойти до конца карты, чтобы получить морозный ящик. В прошлом году из морозного ящика давали моторы замороженные. Правда, я ни одного подарка тогда не получал. Но мой друг получал, у него есть морозные моторы, аж что стук. Сейчас посмотрим. Ну, только 4 февраля сможем узнать, что нам дадут. Сейчас полетим туда в конец, посмотрим. Вся машина готова к отправке. Полетели. Начнем. Здесь все зимнее. Северное сияние. Домики с конфетками. Только там ничего не дают. Эх, как обидно. Давайте здесь остановимся. Вот здесь, как видите, еще добавить таких человечков. Так, вот здесь я припаркуюсь. Здравствуйте, мистер уважаемый. О, смотрите, какой человечек. Он сам может бегать. Он не враждебный, вас кусать не будет. Он может стать вашим верным другом. Так, давайте начнем проходить билта-бот. На первом уровне, смотрите, теперь здесь другой уровень стоит. Наверное, привычного с растениями. Здесь домик, елка, подарки. Но только ничего мы здесь взять не можем, к сожалению. Ладно, идем дальше. Во, здесь тоже все обновляют вообще. Пченьки, конфетки теперь. Так, отсюда лучше побыстрее смотаться. Во, новый уровень фабрика. А, нас пытаются подбить. Ну, такой уровень. Долго на нем задерживаться не буду. Здесь производят игрушки. И также вас пытаются подстрелить всяким, любым способом. Теперь уровень с крепостью чаще спавнится. Так, проходим, проходим, проходим. Осторожно. Летающие тарелки тоже. А, за мной тут щупальца летают. Вообще все. Все пытаются меня убить. Так, вот. Это. Такая мягкая посадка была. Песок здесь заморожен. И самое главное, этот подарок стал зеленым. Вот таким очень красивым. И знаешь, что там дают? Там теперь не золотой блок дают. Кстати, теперь невозможно получить золотой блок во время этого обновления. Эх, как обидно. Теперь дают ледяной подарок. Который 4 февраля откроется и дашь нам новый блок. Только какой, я, к сожалению, не знаю. Вот этот самый подарок. Сейчас я вам его покажу. Вот этот подарок, он откроется 4 февраля. Update. Обновление. Заходим. И здесь написано, что мы можем получить. Мы можем получить 4 вида разных подарков. Новый блок. И гарпун, который уже ранее давался. Но теперь мы можем его получить снова. И также колеса конфетки. Также добавлено новое испытание. И еще квест. Соберите коллекцию подарков. И потом они 4 февраля откроются. И выпадут новые блоки. В магазине тоже добавлен новый сундук. Вот такой. 160 золота. И внутри у него... О, смотрите. Звездочка с шансом 20%. Ёлка. Подарок один. Карпун крутой. И 15% то, что выпадет такой блок. Даже неоновый блок может выпасть. Так, ладно. Открываем. 200 штук. Нет, давайте 300. Нет, 400. Жалеть не будем. Ой. Ни столько нету. Откроем 300. 18 тысяч долларов. Все, я обанкротился. О, вот новые блоки, кстати. Но сначала я бы хотел рассказать про гарпуны. Мне кажется, 2 гарпуна выпало. 200 шариков. Я вообще себе инвентарь пополнил. 177, йоу, 130 от этих штучек, звездочек. 58 обычных гарпунов. О, 40 неонов. Это полезно. Все, мне дали 2 гарпуна. Давайте сейчас посмотрим, что эти гарпуны умеют. Такие уже раньше давали, но я их еще не получал, как, наверное, многие. У них, кажется, 2 заряда. Один и второй. Это может хорошо пригодиться. Сейчас покажу, где. Вот, допустим, у вас есть 2 цели, которые вам нужно к себе притащить. И вы ставите этот свой крутой гарпун. И теперь вы первым зарядом стреляете в один блок, вторым в другой. Ловите оба блока и тащите к себе. О, какая полезная штука в хозяйстве. Также в магазине можно купить 5. 5 гарпунов сразу за 250 робуксов. И также колеса, печенечные колеса. Их никак получить нельзя, кроме как купить сейчас за робуксы. К сожалению, этот гарпун нельзя получить бесплатно, кроме как выбивать из сундуков. Может быть, он выпадет из одного подарка 4 февраля. Ну, также добавлен новый квест. Ну, и 4 вида новых подарков. У меня уже 500 таких, потому что я открыл очень много контейнеров. Мне 500 блоков новых дадут. Также в магазине вот эти продавались. Можно подарить на весь сервер. Или купить только для себя 120. Ладно, подарю всем. Видите, на втором аккаунте тоже его дали. Тоже откроется 4. Так, ну а теперь про новый квест. Если зайти во вкладку квест, то появляется новый квест invention. Если нажать на него, то можно его активировать. И сейчас, когда мы включим воду, то начнется битва. Но перед этим я бы хотел построить стенку, чтобы быстро не проиграть. Я поставлю такую оборонительную стенку. Вот такой небольшой высоты я построю стенку, чтобы все ко мне они не прибегали. Также здесь работают пушки, поэтому их тоже можно использовать. Давайте сделаем вот так. И здесь будет моя приватная дверь. Короче, мы можем просто построить защиту от вон того зимнего уголка, потому что оттуда на нас будут нападать. Также всем рекомендую использовать пушки, потому что они здесь очень полезны. Можно с одного выстрела из пушки использовать своих противников. Также сделаю вторую линию фронта, если они все-таки прорвутся. Ну и здесь, собственно, поставлю сами пушки. Спереди тоже поставлю пушки, вот так поставлю. И еще кое-что сделаю, чтобы вообще был неуязвим. Поставлю стульчик. Они будут настрелять, поэтому я поставлю в себя тортик. Сделаю здесь типа защиту, например, стекла. Это я делаю для того, чтобы они не смогли в меня попадать. Так, ну все, я готов. Второй аккаунт тоже подготовим. Можно вообще просто взять. Нам просто нужно будет 4 минуты выжить, поэтому можно даже просто такую коробочку построить и не закрыть сюда в ней. Так, ну все, я построил что-то типа домика. Теперь включаем воду. Вода у нас не появляется, а начинается событие. Вон там уже один враг прибежал, смотрите. У них есть ружье, они могут в вас стрелять. Вон там они собираются. Так как я поставил пушки, я просто могу в них стрелять. Да, немножко пормазал. Естественно, какая у них будет реакция, если я им дверь открою? Уже я никакая. Леденец, который мы можем в них бросать, чтобы их тоже убивать вместо пушки. Эй, я вам дверь открыл. Там еще и желтые, они просто берут, даже к нам не подходят, они просто стрелять. О, а вот желтые могут ломать блоки. Заметьте. Они видели мне одну пушку сломали. Вот желтых сразу убивайте. Знаете, пытаются пройти, а вот желтые беспощадные ломают. Видите, стена урон получила. Вместе с тем, как мы убиваем желтых, надо убивать тоже и зеленых. Потому что если стенку все-таки пробьют, то вот эти зеленые нанесут нам основной урон. Ну так как стена у меня большая, то это хорошо. Они мне почти ничего делать не могут. Также есть оранжевые стрелки, у них очень мощное пробитие. Все, время вышло. И к нам уже летят санки. Они сбрасывают большую бомбу. Все, мы их победили. Мы продержались 4 минуты. И по итогам квеста, за этот квест нам дают один вот такой подарок. И также нам дают 200 золота. Вот новый аккаунт, он совсем не играл, вот у него тоже подарок. Наши видео подходят к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами былгеймс, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok